Друзья мои, всех приветствую, с вами Тимур. И вы когда-нибудь слышали телефон за 15,5 тысяч рублей плюс-минус, у которого батарея на 7000 мАч, дисплей на 7 дюймов, достаточно мощный процессор, где можно играть PUBG прям не в себя, и также заряжать ваше другое устройство, использовать этот телефон как Powerbank, у него есть реверсивная зарядка, достаточно хорошие камеры и очень вкусный дизайн. Вы скажете, что же это за телефон? Так давайте расскажу. Друзья мои, этот телефон называется Tecno Polo 3. Вот так вот эта коробочка выглядит, сейчас мы с вами ее распакуем. Что же это за такой вот монстр-телефон, который вам предлагает уйма всего за очень вменяемые деньги? Вот выглядит вот так вот коробочка Tecno Polo 3, вот такая вот красивая коробочка. Сейчас мы с вами его вместе распакуем и посмотрим. Открываем, говоря то, что у него очень-очень крутой дизайн. Что же у нас тут есть? Это первое, как я уже перечислил, аккумулятор на 7000 мАч, процессор Helio G88, 6,9-дюймовый Full HD дисплей на 90 Гц, друзья мои, 128 ГБ памяти и 6 ГБ оперативной памяти. И плюс тройная камера на 50 Мп. Подождите. Перед тем, как посмотреть, давайте посмотрим коробку поставки. Что же у нас тут? Ту ванночку мы с вами убираем. Так, гарантия 13 месяцев, документация, пленочка защитная, бумажка, опять бумажка. Опа-на! Такой вот силиконовый чехольчик. Смотря на дизайн чехола, я уже представляю примерно, какой дизайн телефона. Дальше что у нас? Тут такая вот коробочка, где у нас скрепка и USB-A на USB Type-C. И плюс вот такой вот огромный блок питания на 3,3 Ампера. Потому что 7000 мАч нужно как-то быстро зарядить. Момент истины. Ух ты ж, нифига себе. Это что, телефон Человека-паука? Вы только посмотрите, друзья мои. Вы только посмотрите, как этот серый телефон переливается на моем зимнему свете, на моих вот этих вот софтбоксах. Ну, прям матовая панель здесь. Посередине у нас получается глянцевая панель. Давайте уберем пленочку. Сочетание цветов серый с черным. Вот прям бомба смотрится. Друзья мои, я этот обзор хочу сделать полностью субъективным. Буду рассказывать именно свое мнение по этому поводу. Первое, что мне очень сильно понравилось, друзья мои, это дизайн. Вы только посмотрите, вы уже посмотрели. Вы только посмотрите на этот дизайн. Честно скажу, за такие деньги. На андроид-телефоне я такого дизайна не ожидал. Ну, реально поработали. Да, это пластик, но вы только посмотрите, как переливаются тут цвета. Даже если это серый цвет. Есть еще и синий цвет, где посередине вы можете увидеть подсветку. Вы только посмотрите, как они переливаются. Плюс вот эти вот фрагменты матового оттенка, переход на глянцевый посередине, и плюс такой вот текст, Panther Engine. Ну, меня просто заводит. Честно, вот издалека вот так вот смотрю, держу телефон. Мне нравится. И плюс вот эти вот три камеры, они вовсе вас не раздражают, потому что они не сильно выпирают, и хорошо, и динамично смотрятся. С торцами также поработали, как вы можете видеть, допустим, кнопка Power. Она немножко утоплена вниз, есть выемка. То есть вы на ощупь можете узнать, где у вас кнопка Power, а где у вас кнопки переключения громкости. Что очень приятно. С левой стороны у нас оставили, опять же, платок для сим-карты. Там можно вставить две сим-карты и плюс microSD карточку. Снизу, опять же, у нас все стандартно. Второе, что я достойно оценил, это, конечно же, 6,9-дюймовый Full HD дисплей, который работает на частоте обновления 90 Гц. Мы недавно делали обзор на его братишку. Можете проверить на канале. У него частота обновления экрана 60 Гц. И с перехода с того на этот, я сразу ощущаю то, что плавность тут сразу заметна. Мне приятно листать вот эти вот рабочие столы. Мне приятно сидеть в социальных сетях. Мне приятно здесь играть игры. То есть экран никак не раздражает. Углы обзора также хорошие. Ну, вообще человеческий глаз не может разглядеть много чего. Поэтому вот именно вот такое вот соотношение 90 Гц Full HD, мне кажется, вполне себе для комфортного использования. Третий пункт, что мне зашло, так это он мощный, друзья мои. Он мощный. Я на нем установил PUBG и даже поиграл, как вы можете видеть, и никаких зависаний я там не видел. Как я играю на айфоне, комфортно, так я и играю на этом телефоне. То есть за эти деньги это вполне геймерское устройство. То есть я могу использовать этот телефон как просто телефон для игр. Там закачал себе Call of Duty, закачал себе PUBG, закачал себе какие-то там гонки, допустим, да. И вполне себе играю. Потому что я уверен, что, во-первых, он не будет зависать. Во-вторых, то, что у него не сядет батарейка. Потому что здесь 7000, мать твою, миллиампер часов. Следующее, как я уже перечислил, это автономность. У него 7000 миллиампер часов объема батареи. Этот телефон пролежал очень много дней в таможне. Не дней, а недель. Практически 2 недели он пролежал на таможне, пока я его растаможил. Я его взял, поиспользовал больше, чем 2 дня и ни разу не заряжал. Ни разу не заряжал еще. Там поиграл в игры, полностью все протестировал, посмотрел, что да как работает, камеру потестировал, да. И здесь сейчас 54% заряда. Представляете себе? 2 дня и 54% заряда. Я думаю, что если вы будете использовать как регулярный человек этот телефон, то 3 дня он протянет. Ну, 2 с плюсом он полностью протянет. Я вам это отвечаю и говорю. Из крутого в функциях батареи у него есть реверсивный заряд, как я упомянул в начале этого видео. Вы можете подключить этот телефон к вашему айфону и начать заряжать ваш айфон. То есть этот телефон можно использовать как полноценный пауэрбанк на 7000 миллиампер часов. Не только айфон может заряжать, любое другое устройство. Apple Watch может быть. Я не знаю, еще что-то. Airpods свои зарядить. Реально, можно взять как второй телефон и использовать его как пауэрбанк. Ребята из ТЭК, ну для того, чтобы получить стабильную мощность, вставили сюда процессор от Mediatek, который называется Helio G88 и плюс 6 гигабайт оперативки. Вы скажете, а что же насчет камеры? Расскажи про камеру, как она фоткает. Друзья мои, сзади у нас камера на 50 мегапикселей, которая умеет практически все, что умеет современные телефоны. Это портретная съемка, это ночной режим, это видео в формате 2К, это также фотки с функцией красота, как и было в прошлом телефоне. А фронтальная селфи-камера на 8 мегапикселей. Допустим, вот как фоткает фронтальная селфи-камера. Можете сами оценить в полноформатном режиме. Вот, допустим, как фоткает задняя камера на 50 мегапикселей. Достаточно круто. Мне понравилось, как она изображает вот эти вот мелкие-мелкие текстуры. Вот, допустим, как фоткает задняя портретная камера. Она достаточно хорошо и умно вырезает вообще кадр, который стоит на первом фоне. И вот в сравнении для вас, как фоткает ночной режим без ночного режима, и вот как фоткает ночной режим с включенным ночным режимом. И плюс тут есть еще подразделение, которое называется AR, где вы можете вставить всякие разные фишки, плюшки, маски, сужения и так далее, и так далее. Ну, круто. Приятность камеры в том, что она достаточно проста. Вы просто открываете камеру и быстро-быстро фоткаете. Вам нужно что-то быстро сфоткать. Тут не надо ничего замудрять. Просто открыли камеру и быстро сфоткали. Он быстро все это дело сделает. Не будет долго думать. Друзья, мой телефон стоит 15,5 тысяч рублей, ну, максимум 16. И вы просто посмотрите реально вот своими глазами, что этот телефон вам предлагает. Первое. Вот такой вот красивый дизайн. Второе. Очень крутую автономность на 7000 мАч, который практически держит 3 дня-2. Возможность реверсивной зарядки. Вы можете использовать его как Powerbank 3. У него достаточно хорошие камеры, что не стыдно фоткать. Это 4. И пятое. Практически 7-дюймовый Full HD экран, который поддерживает 90 Гц частоту обновления. И вмещает очень много себе контента, но при этом габариты телефона не сильно большие, что удобно держать его в одной руке. Ну, вот честно, сами посудите, за такую цену ребята из Tecno предлагают вот такие вот вам условия для использования этого телефона. Вот такое вот вам предложение, друзья. Мне кажется, вполне себе стоит его покупать, знаете, не как второе устройство, а как полноценно первое устройство уже. Он никак не зависает в интерфейсе. Вот что меня удивило, он никак не зависает в интерфейсе. Игры играют очень круто. Мне зашло, друзья мои. Если вы вдруг подумали о том, чтобы его, где посмотреть характеристики, где посмотреть на него полноценные цены, какие у него есть цвета, да, какие есть вариации, то обязательно ссылочку я оставлю в описании под этим видео. До новых встреч. Всем пока.